Дай почитать. Потрясающего места, где царит вольное и мощное торжество природы, где человек соперничает, сражается и сливается с могущественной природой, вдохновляющей, глушающей, дающей силу и смиряющей с масштабом пространства. А еще Сибирь, не спрашивая дозволения, собирает свою тайную книгу всех, кто не только связан с ней кровно, но и тех, кто хоть один раз с ней заговорит. Книга «Сибирь. Счастье за горами» может продолжаться во множестве томов. Состоит она из трех разделов – воспоминания, открывая, погружаясь. Каждый из авторов так или иначе связан с Сибирью. Например, роман «Сенчин» родился в Туве, о чем написал в рассказе «Моя Тува», а еще о своей семье, о корнях и о непреодолимой тяге к этому красивейшему краю со сложной и запутанной судьбой. Илья Кочергин, прозаик, родился в Москве, но однажды отправился на Алтай и встретил там будущую жену. Теперь он выражает свою чувствительность к географии Сибири, чутко повествуя о потрясающей красоте природы. Василий Авченко, писатель и журналист, кстати, дорогие слушатели, о трех его книгах мы говорили в наших передачах, родился в Иркутской области, живет во Владивостоке. И в своем рассказе «Станция Зилова» развлекается перекатыванием на языке удивительных забайкальских топонимов. Разумеется, вспоминает знаменитую пьесу Александра Вампилова «Утиная охота» и ее главного героя Виктора Зилова. Пытается разобраться, в честь кого названа «Станция Зилова». Историю и географию, пишет Авченко, мы узнаем и знаем, по большому счету, через литературу. Именно она дает возможность почувствовать далекие места своими близкими, будь то Катайская Одесса, Бажовский Урал, Распутинская Ангара или Остафьевский Енисей. Андрей Рубанов, родом из Московской области, прозаик, кинодраматурка, журналист, в рассказе «Сибирская битва с мысленным антихристом» вспоминает о посещении поселка Листвянка, в котором был автор легендарной повести XVII века «Жития протопоп Ауаку». И побывал он здесь 360 лет назад. Любопытно, что почти наполовину «Житие» первое на русском языке – описание военного похода по Сибири и за Байкальскому краю в несколько тысяч верст. В жизни Рубанова протопоп присутствует лет сорок. Он даже вспоминает писателя из Магадана Владимира Серкина и его идею, что некоторые люди, вроде бы мало друг с другом связанные, передвигаются по одним и тем же тоннелям реальности. Вот и писатель Рубанов в одном тоннеле с Авакумом. Как всегда, самобытен и тонок Михаил Тарковский, поэт и прозаик, тот самый потомок знаменитых деда Арсения, Тарковского поэта, и дяди Андрея Тарковского, режиссера, в своем отрывке из литературного сценария к фильму «Счастливые люди» в зимнем створе. Живет он, кстати, в Красноярске и в селе Бахта на берегу Енисея. Но главное достояние Сибири – все же замечательные люди. И, как точно подметил в стихотворении 1927 года русский советский поэт Леонид Мартынов, «Не осуждай сибиряка, что он угрюм и носит нож. Ведь он на русского похож, как барс похож на барсука». Ну что ж, дорогие слушатели, и нас потихоньку собирает Сибирь в свою тайную книгу, как и многих современных писателей «16+.» Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам Преображенская, 65, Ленина, 103А, Луганская, 53 и Волкова, 6А. До новых встреч! Дай почитать!